пол песни можно пропеть на одном дыхании для на выдоха контролируется плотностью смыканием связок а не поведением диафрагмы сейчас я расскажу вам кое-что вокальное поре вокальном дыхании после чего вы сможете навсегда забыть об этих понятиях и перестать тратить время силы и деньги на тренировку непонятно чего непонятно зачем давайте сейчас вместе с вами проведем небольшой эксперимент вдохните глубоко как будто вы решили нырнуть на глубину и затем расслабьтесь если вы правильно поняли задание то вы должны будете сделать следующее вдохнуть расслабиться и автоматически выдохнуть я специально не употребляю слово выдохнуть а говорю слово расслабиться для того чтобы проиллюстрировать следующий вдох у нас активная фаза для того чтобы вдохнуть нам нужно проделать некоторую работу расслабившись мы автоматически выдыхаем таким образом выдох у нас пассивная фаза фанация происходит поем говорим мы на выдохе а выдох у нас пассивная фаза запомнили теперь если вы когда-нибудь видели как работают голосовые связки вы можете посмотреть это в интернете кто не видел я специально не применяю эти кадры здесь чтобы не нарушать ничьих авторских прав вы можете сделать самостоятельно происходит следующим образом две тонких полосочки мышечной ткани в одном месте срослись у нас да а двумя другими краями они присоединены так называемым черпаловидным хрящам которые их непосредственно сводит и разводят в пространстве образуя таким образом смыкание так вот когда голосовые связки разведены образуется вход в трахею такого размера приблизительно через который мы вдыхаем и случае расслабления мгновенно выдыхаем теперь для наглядности проделаем следующее создадим некое препятствие на пути самопроизвольно выходящего из нас воздуха в виде сомкнутых губ теперь это будет выглядеть так до выдох значительно удлинился и образовался звук почему это происходит законы физики школьного курса большое количество воздуха не может быстро пройти через маленькое отверстие и поэтому выдох у нас значительно удлиняется при этом если достаточно плотно замкнуть губы мы получаем свист теперь если мы будем это отверстие постепенно увеличивать произойдет следующее звук становится мутнее менее звонкий и выдох значительно увеличивается таким образом мы наблюдаем прямую связь между плотностью смыкания губ звуком образующимся в этот момент и длительностью выдоха теперь тоже самое переносим на голосовые связки они разведены вдохнули выдохнули ничего не произошло когда они сведены плотно они образуют препятствия на пути выходящего из нас воздуха и поскольку они очень тоненькие они не состоянии удержать как бы плотно они не были сомкнуты под связочное давление да они начинают его пропорционально дискретно стравливать и образуется звук происходит следующее а 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 и вот только сейчас у меня кончился воздух пол песни можно пропеть но одном дыхании почем это происходит те же самые законы физики связки сумкнуты настолько плотно что воздух умудряется просачивается мельчайшими дискретными порциями и таким образом процесс выдоха растягивается во времени значительно теперь делаем то же самое что мы делали в случае губ будем потихонечку размыкать голосовые связки то сделать смыкание менее плотным выдох тоже прямо пропорционален плотности смыкания связок таким образом контролируя плотность смыкания связок мы можем контролировать яркость звука и длительность выдоха при этом мое тело абсолютно расслаблено никаких специальных действий я не совершал воздух никаким образом не затаивал единственно что я делал это сохранял тонус голосовых связок для того чтобы удержать это препятствие которое мы создавали на пути выходящего из нас воздуха другой пример мы с вами пришли на пляж надули матрас надувной полежали позагорали и собираемся домой вынимаем пимпочку из ниппеля и пока складываем вещи в сумку что происходит с матрасом он медленно сдувается под воздействием атмосферного давления если же вдруг в этот момент будет начинаться дождь нам нужно поторопиться что будем делать с матрасом мы начнем его замкать скручивать сдавливать каким-то образом форсировать выход из него воздуха ускорять этот процесс теперь вспоминаем дыхательные упражнения которые вам известно они все абсолютно беззвучны и выглядят приблизительно таким образом и так далее да то есть эти упражнения тренируют форсированный выдох выталкивание воздуха большими порциями и голосовые связки в этот момент поскольку звука не создается абсолютно расслаблены и никак не тренируются а это мышечная ткань мы с вами об этом уже сказали какие выводы мы можем сделать из всего сказанного для на выдоха контролируется плотностью смыканием связок а не поведением диафрагмы более того любое увеличение подсвязочного давления ведет к некорректной работе связок потому что они и так помним об этом тоненькие полосочки мышечной ткани которым достаточно тяжело удерживать под связочное давление и устраивая им сквозняк тренируя дыхательные упражнения мы тем самым усложняем им работу чем меньший поток воздуха вы им устраиваете тем комфортнее им работать тем качественнее звук и тем длиннее выдох на этом пока все в дальнейших видео мы рассмотрим другие термины и выражения с которыми сталкиваются регулярно вокалисты и рассмотрим имеют ли они под собой хоть какой-нибудь смысл подписывайтесь будет познавательно